Здравствуйте, меня зовут Михаил Зиновкин, коренной архангел-огородец. По профессии экономист, по призванию стихотворец. Являюсь автором двух сборников стихов. Также мои стихи представлены в различных публикациях, как бумажного вида периодических изданий, так и на интернет-ресурсах. Являюсь лауреатом, призером, финалистом многих конкурсов международных, всероссийских. Стихи пишу давно, но лучше получается их читать, чем рассказывать о них, поэтому почитаю вам. Мама да мыла раму. Август пропах шафраном, с сеном и курагой, мама да мыла раму. Папа ушел к другой, взбалмошной и бездетной. Папа хотел давно. Ветер ольховой веткой ночью стучал в окно, в ранец досаду прячу. Горькую, как полынь, мама уже не плачет, моет теперь полы, шастает тихой сапой осень по проводам. В пятницу пьяный папа с дуру ломился к нам. Детство осталось где-то хламом на чердаке. Тройки по всем предметам. Неуды в дневнике. Жизнь педагогам истым вдалбливает урок. Дома светло и чисто. Мама намыла впрок. Оладьи. На синей наволочке небо сверкает пуговица солнца. Ее пришила мама Миши взамен оторванной луны, а жизнь большой и сложный ребус. Но ничего не остается, как разгадать его и выжить. И выжить в наволочку. Сны не ведать, чтоб ни сном, ни духом, что ждет нас очень-очень скоро. А небу распахнуть объятия. Ведь в отражении стекла пижама в рыжих винни-пухах. А за окном любимый город. И воскресенье, и оладьи. На завтрак мама из Пикуар. Безаконие. Однажды он придумает окно и город, обрывающийся в лето. И зазвенит шестнадцатый трамвай, наполнив пассажирами живот. Пока не станет в комнате темно, он досидит с потухшей сигаретой, записывая странные слова в на семь восьмых исчерканный блокнот. Потом он допридумывает ночь и женщину, задернувшую шторы, и звезды нарисованные на обратных сторонах щитов за свет, проступят сквозь кофейное пятно, живые, словно женщины, и город. И он шагнет за ними из окна, забыв, что в этом мире окон нет. Больше. Закрой за мной окна, двери и газовую плиту. Я двадцать дорог на север, в единую заплиту. Я выйду сухим из дома и трезвым из тупика. А все, что забуду, помнить, ты помни сама, пока. Пока зажигает стужа, и город лежит в снегу. Я больше не буду нужен, а меньше и не смогу. Не плакать навстречу ветру, не слушать гудки в трубе. Все мысли мои запретны, ведь все они о тебе. Тебе ли не знать, не слышать, подушкам печаль даря. Как медленно едет крыша в потемках календаря. Как тает в стакане моря спасательный кубик льда. И колет в груди бемоли, и тянутся провода. Вода не спасет от жажды забвения и стыда. Когда никому не важно, откуда, зачем, куда. Ты просто не бойся верить, что боль не вернуть назад. Закрой за мной сны и двери, а после открой глаза. Два билета в СВ. Сколько в каждом из нас неразгаданных тайн бытия. Сколько шпал от меня до зимы через тьму таракань. Сдобрить памятью сны, можжевельник, полынь да тимьян. И цедить по глотку, как бездонный стакан молока. Два билета в СВ. Для меня и осенней тоски. Что подсядет в пути, я узнаю ее по глазам. Окунуться в туман и лететь меж неубранных скирт. При открытом окном нарезать сквозняка пармезан. А потом дошуршать вкусно пахнущий в ворох газет. И с соседкой своей невзначай завести разговор. Сколько было таких никуда не ведущих бесед. Сколько кануло вдаль навсегда незнакомых платформ. Стрелки перевели, значит Анна уже не умрет. Тянет тамбур, курить, проводница добра чересчур. Пояс мчится вперед. Но хочу ли я в этот вперед? Машинисту плевать. Чух-чух-чух. 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 Про человека. Человек заводит машину, друзей, кота, будильник на 6 утра, секретаршу-босса. А внутри у него прозрачная пустота, в которой висят незаданные вопросы. Человек получает зарплату, качает пресс, жарит картошку, играет на фортепиано. А внутри у него огромное поле чудес. И бродят ветра среди тысяч разрытых ямок. Человека везут на кладбище, плачут, пьют. Он уже ничего не чувствует, словно голем. Но внутри у него покой, люпота, уют. И вечный закат в пустоте над заросшим полем. До ежиков шуршащих, до талого, до высохших болот, до первых белок в дуплах сизых сосен, до кто кого из нас переживет, до взлета в просень и удара озень, до рыжих хвои, сыпавшейся на изъеденную потом гимнастерку, до лета, до какого-то рожна, до памяти неряшливо затертой, до крови из прокушенной губы, до правды с оправданиями после, до птичьих гнезд, до топота копыт, до мальчиков, одетых не по росту, до заповедных рощиц и чищоп, до просек, до берлока, до опушек, до шанса, что упущен, а еще до воя, наполняющего душу серебряным сиянием луны, до облаков, нанизанных на ветви, да будто бы и не было войны, до некрасивых лиц красивой смерти, до белых мухоморов и маслят, до стука топоров лесоповала, до быстрой самокрутки невзотяг, до двух куку, которых слишком мало, до неба, уходящего в пике, до ласковой сестры из медсамбата, до ежиков, шуршащих налегке к пленительному яблоку заката. Собака Павлова. Когда качается мир, как палуба, когда все сказки с плохим концом, ко мне приходит собака Павлова и начинает лизать лицо. Меня любого больного синего она вытаскивает со дна. Она умеет не рефлексировать, она училась всему сама, а я на внешние раздражители вновь реагирую, как слабак. Собака Павлова положительно намного лучше других собак. Когда совсем пропадаю пропадом, она снимает меня с креста. Хотя не делится горьким опытом, поскольку опытами сыта. И я молчу, но она все чувствует клубком, сворачивая всю ног. И водка кажется кислым уксусом, и сигарета идет не впрок. Но засыпаю к утру закадрово, себя отчаявшись приручить. И снится мне, как собака Павлова бежит куда-то сырой ночи. Особенности национальной поэзии. Это совсем неправильная поэзия. Смотришь на лист, но видишь не лист, а лезвие. И начинаешь мыслить почти по-трезвому. Резать ведь надо не поперек, а вдоль. Делится вечность с нами легко секретом, Но так ли становятся наперекор поэтами Цоем, Клинских, Высоцким, Егором, Летовым. Жизнь зарифмует пафосно ее доль, Перемежаясь страшно скупыми датами, Как Маяковский, Сбрик, Гумилев с Ахматовой. Жизнь это шар тяжелый, дворушный, матовый. Не разобьешь, останешься на бабах, Мелкой трухой сквозь сито судьбы просеянный Ни Мандельштамом, Блоком или Есениным. Ждать воскрешения больше, чем воскресенье. Пастой густой давя из себя раба, Больше не будет звезд в небесах заплаканных. Галичий с окуджавами, с пастернаками Выведет путь дорога тебя по знакам И старостью теплой гаденько наградит, Злоусмехаясь Лермонтовым и Пушкиным. Будешь считать, собьешься, плевки кукушкины, Будешь играть в войнушку, блестя игрушками, Дабы забыть про пенсию и артрит, Дабы наесться вдоволь припон с засадами Хармсом, Рубцовым, Клюевым и Осадовым. Словно награду примешь все муки адовы, Лишь бы еще полстрочки, да от души, Лишь бы остаться в памяти следом, крошевым, Бедным ли, северянином ли, волошиным, Чтоб не напрасно, как же все это дешево, Скомка и выкинь, выпей, не пиши. Ленинградская танго Я вчера сам не свой, А сегодня ничей у хозяйки, Ночей стрекоза на плече, Но наутро не вспомню ни черта, ни черт, Только волосы запахом манго, Да еще полумрак, полувзгляд, полустон, Где фантомная боль разведенных мостов Вплетена под пустой воробьиный восторг В наше с ней ленинградская танго. Я уеду, навек я сбегу на обум, Я хромую судьбу утащу на горбу, А добро, что с лихвой от себя отгребу, Возвратится потом бумерангом. Только я не приму невестов невестей, Мне в висок прилетит петербургский кистень, И Нева похоронит меня на холсте Под волной ленинградского танго. Но когда я вернусь, Некрасив, нездоров, После сотен падений, введений, Костров, пронеся где-то в сердце Акалину строк На дебелом-небелом мустанге, То еще на подходе Предчувствие нас что-то с чем-то, Смущаясь, войдет в резонанс И прольется из улиц, Как слезы из глаз, Декаданс Ленинградского танго. Симптоматика. Впору чудить, смеяться и Фрейда праздновать, Все психиатры сходят с ума по-разному, Каждым найдется малая очарвоточина, Я бы проверил, да рисковать не хочется, Хочется вылить красное в изумрудное И насладиться тихой житейской мудростью, Выйти за рамки мутного мироздания, Не возлюбив как ближнего, Так и дальнего, Просто лежать в палате на чистой простыне Между Омоном Ра и Шестым Апостолом, Заживо связанным верой, надеждой, фобией, Предпочитая счастью его подобие. Это ли мука, если фигово мелится, Ты ведь такая умница и умелица, Сказку расскажешь, выставишь свечи с банками И уравняешь праведников и пранкеров, Бросившись в омут ереси доброй хищницей, Был бы диагноз, а пациенты сыщутся, И на глазах у камер, как будто походя, Вырастет очередь за седативной похотью, Так и родится очередная мания. Обществу нужно, чтобы его дурманили, Ведь иевато пафосно по-научному, Лишь бы хватило капельниц и наручников. Можно гордиться брендами и зарплатами, Так, чтобы все вокруг восхищенно плакали, А по ночам в ночнушках молиться истово И опасаться гнева судебных приставов. Можно сидеть на фитнесе и на йогурте, Буэнос-Айресе, Мельбурне или Йобурге, А по ночам хомячить борщи и пончики, Переживая. Чем это все закончится? Можно любую прихоть за ваши кровные И продолжать считать отклонения нормою И умиляться, каждый своими гранями. Все психиатры сходят с ума заранее. Спасибо за внимание.